Викторины, исторический квест, спортивные состязания и все это на свежем воздухе. Ежегодный туристско-краеведческий слет, посвященный памяти заслуженного учителя России Абакарова Валериана Камиловича, прошел на Волокском районе. Участие в нем приняли школьные команды. С подробностями о соревнованиях Хадиш Курбанова. Весна, природа, отдых. Но не только. Девять команд школ на Волокского района развернули свои шатры в прибрежной зоне. Здесь сегодня проходит туристический слет. Ежегодным собранием ребята отдают дань памяти его основателю Валериану Абакарову. Человеку, который всегда старался на благо культуры района и патриотического воспитания своих учеников. Сегодня мы проводим уже десятый туристско-краеведческий слет в памяти Абакарова Валериана Камиловича, моего отца, который был всегда патриотом и старался привить любовь к родине, к своим ученикам и нам, своим детям. С 1975 года это мероприятие ежегодно проводится в нашем районе. И у истоков краеведения в Новолокском районе стоял именно Абакаров Валериан Камилович. Викторина на знание истории района, преодоление туристической тропы, наземных преград и все это на скорость. Маршрут слета проложен от задания к заданию. Тут ребятам нужна ловкость, смышленность и хорошая физическая подготовка. Команды района сразились как в спортивных состязаниях, так и в умственных способностях. Свои доклады об участниках боевых действий 1999 года представили юные краеведы. Я участвую здесь второй год. Я буду рассказывать о казни шестерых российских солдат. Вот они здесь показывают. Это Таташкин Василий, Каухмал Владимир, Анисимов Константин, Липатов Алексей, Ирнеев Борис и Полагаев Алексей Сергеевич. В основном я спрашивала все у своей бабушки, потому что она была очевидцем. Она вот Табиева Атикат. Она рассказала все в подробностях. Также мне помог, еще раз повторюсь, мой учитель. Вот так у своих бабушек, знакомых, родственников юные следопыты находят неизвестных героев войны. Узнают новые подробности прошедшего и восстанавливают былую историю. Для этих целей в каждой школе и созданы отряды добровольцев. Краеведы вместе со своими учителями в активном поиске военных историй. Множество таких, завораживающих своим содержанием, узнали первыми ученики Патимат Маграмовой. Мы, новолаксы, тоже были вовлечены. Вместе с сумадинцами, ботлигцами тоже были в эти непростые события вовлечены. Очень много боли, очень много трагичных моментов, о которых мы сегодня не говорить не можем. И это для наших ребят патриотическое воспитание. Они должны об этом знать. Это наши герои. Мы сегодня будем говорить о русских ребятах, которые защищали высотой 713,5 в новолаксском районе. Это была очень трагичная история, о которой очень много сегодня умалчивают. Гражданское воспитание превыше всего, так считают организаторы. Так считал и Валериан Камилович. Участники были оценены сотрудниками Малой академии наук. Победители получили кубки и медали и теперь представят район на республиканском уровне. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ. Новолакский район.